Своё дело так называлось мероприятие, которое прошло в минувшую субботу в спорткомплексе «Сияние Севера». Оно было посвящено Дню предпринимателя. Самым ярким предпринимателям города и района были вручены благодарственные письма и почётные грамоты от администрации муниципалитета. Любое начинание нами приветствуется. Максимальные действия, которые помогут снизить те административные барьеры, которые стоят у вас на пути для реализации того иного проекта, они будут уже снижены. От вас единственное то, что поверить лично в меня, лично в администрацию, в её частично в обновлённом составе уже, и не бояться реализовывать свои мечты. А в фойе спорткомплекса были организованы презентационные и выставочные площадки от предпринимателей города. По сути, это самые смелые люди-печёры. В разное время каждый из них рискнул и начал собственное дело. Хотя проблем у начинающих предпринимателей было и есть достаточно. Это, конечно, конкуренция в первую очередь. Так как я первой здесь занимаюсь хной, хотелось, конечно, больше привлечь молодёжь, потому что у меня в школе, в детской, в детской клубе «Багадейка» находится на Печёшке 72. У меня для молодёжи до 14 лет этот кружок бесплатный. Я хочу привлечь молодёжь, чтобы они немножко ознакомились с красотой. Потому что у нас красоты в Печёре маловато для детей, кружков мало. У нас и визаж для детей учу от 11 до 14 лет. Небольшие навыки, чтобы они умели за собой следить чуть-чуть. Здесь такой бизнес, он сегодня есть, завтра нету клиентуры. Говорится, не купи-продай, а своими руками творчество вот это вот делать. Трудоёмкий, долгое время занимает, а оплата этого труда не столь высока. И вот чтобы и аренду доступную, чтобы можно было выкарабкаться с этого. Сложновато было найти, но нашли. Как предприниматель я года, наверное, полтора. А так вот работала в ателье, набиралась опыта, набралась и решила сама своё открыть. С такими же трудностями как все сталкиваются. Мы не знали вообще с чего надо начать. То есть мы смотрели в интернете, мы спрашивали у знакомых. В настоящий момент, поскольку у нас кризис, так сказать, трудность такая, что людей у нас очень мало в магазине ходит. Не все знают о нас. Мы стараемся исправить это рекламой, какими-нибудь акциями, конкурсами. В нашем магазине всегда проходят какие-либо акции, скидки, конкурсы, распродажи. Всегда мы что-то делаем для покупателей, для клиентов. А вы знаете, даже со всеми трудностями мне проще, когда я сама вижу путь реализации этого и сама прислушиваюсь к себе. Делаю так, как я считаю нужным. То есть никто-то мне говорит, когда работаешь у руководителя, да, у меня очень часто раньше я расходилась во мнении. То есть мне казалось, что надо сделать так, руководитель считает, что надо сделать по-другому. А здесь я делаю так, как я считаю нужным. И в принципе я прихожу к выводу, что я делаю правильно. Ну сейчас это всё не очень просто. Нужно всё 20 раз взвесить и только потом уже принять решение. Почему? Ну сейчас с точки зрения финансов идёт сложный период. Кризис, повышение цен. И вот из-за этого немножечко будет сложновато. А так, если есть желание, если хочется, если человек чувствует, что есть возможность, ну у человека потенциал, то я думаю, что всё получится. Такие выставки будут проходить регулярно. По их результатам администрация муниципалитета будет делегировать печорских предпринимателей на выставки регионального и межрегионального значения.